Друзья, всем привет! Вы на канале Вовочки и Элечки, и мы находимся в Бангкоке. А сейчас мы направляемся на одну из самых легендарных улиц, знаменитую на весь мир Каасан Роуд. На самом деле я очень не хочу идти туда, потому что это место наполнено всяким таким вот развратом. Но я иду ради вас. И ради меня. Ну и стоило нам только-только попасть на Каасан Роуд. Как мы сразу же видим, вот такой вот магазинчик. Все чисто цивильно красиво, а на той стороне, друзья, то же самое, но только просто с прилавкой на улице. Ну а вот и сама улица Каасан Роуд. Вова, там крокодил. Просто продается. Крокодили со свечом. Это что, нам на крокодилю ферму больше не надо? Только в Бангкоке мистер Макдональдс сможет соседствовать с плантацией травы. Друзья, добро пожаловать в одно из самых тусовочных мест в Бангкоке – Каасан Роуд. Это район, который манит туристов не только барами и атмосферой бесконечной очеринки, но и пёстрыми лавочками, которые предлагают разные диковинные штуки. Начиная с жареных насекомых, крокодилов с экзотических фруктов и заканчивая, конечно же, травкой, которая в этой стране полностью легализована. Так, ну а я сейчас всё это добро буду пробовать. У меня на очереди скорпион и паучок. Так, Гэль, кого первого пробовать? Ну давай скорпиона. Ладно, я царь скорпионов. Просто хрустящая херня какая-то. Но не мерзко. Я так понимаю, клешни – это самая твёрдая, сейчас будет ништяк. Не, но хочу сказать неплохо, я распробовал эту тему. Нормально? Да. Только вышло. Ладно, паучка я съем целиком, сразу. Скорпион однозначно лучше. Будешь? Если вы когда-то ели сушеную рыбу, и в ней попадался вот этот пузырик такой сушеный, вот очень похоже на него. Скорька. Не, ну однозначно скорпион лучше паука. Рекомендую. Как я и предполагал, поедание насекомых отвращения не вызвало. Скорее появился даже некий интерес. И буквально через пару сотен метров мы увидели это. Короче, тут много потрясающих тварей, тут очень громко. Но твари, которых я хочу съесть, вот они. Не знаю, слышно меня или нет. Начну с самого маленького и безобидного. С соевым соусом вообще огонь. Вполне себе нормально. Но норм. Не очень, но норм. Это микро лягушка. Самое невкусное. Но пойдет. Это какой-то гигантский таракан. Вроде неплохо, кстати. Лучше лягушки. Вот это вообще огонь. В общем, друзья, поедание жуков развлечение чуть выше среднего. И однозначно зайдет не каждому. Поэтому предлагаю немного прогуляться и насладиться атмосферой этой уникальной улицы. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Да уж, находясь сейчас здесь и слыша абсолютную какафонию, которая доносится из каждого бара. А их тут, поверьте, ну очень много. Даже не верится, что когда-то Каосан Роуд была большим рисовым рынком. Собственно, Каосан Роуд и переводится как рисовая дорога. А во времена Вьетнамской войны на Каосан Роуд была расположена американская военная база. И это место было проводником для тысяч солдат, которые возвращались с фронта. На этом наше знакомство с улицей Каосан Стрит, наверное, кончается. Там особо делать нечего. Везде орет музыка. Чего побухать, покурить только если. Вот. Короче, мы едем на Подпонг Стрит 1-2. Сидим, ждем такси. Через минуту, наверное, будем... Кстати, стоит такси отсюда туда 112 бат. Ну, тук-тук, наверное, за сотку или даже меньше. Ну, на самом деле, не знаю, очень странно, потому что тук-тук нам в прошлый раз предложил проехать буквально полтора километра за гораздо большую стоимость. Поэтому твои ожидания, скорее всего, разобьются о скалу реальности. Мы ехали... Точнее, мы шли с чемоданами и видно, что лохи в городе. Мне кажется, это хорошая попытка. В общем, посмотрим, поедем ли мы за эти деньги или нет. Ехать где-то 5 километров. Выглядит почти как наш Яндекс. Заказывается абсолютно так же. Это... Что за приложение? Граф. Вот, Граф, это, кстати, и доставка еды. Тут она тоже работает, и по Вьетнаме, и в Таиланде она работает. Возможно, она вообще по всей Азии работает. Ну, или... Полиция. Такие незрачные машины. Вы полиция? На самом деле, это вторая машина полиции, которую мы видим. Приехал. Давай теперь найдем что это. А, это М3. Нет, все черное. Hello. Hello. Довольно крутая поездка оказалась. Всего лишь 250 рублей, но кожаный салон, идеальная подвесочка, мягкая. Там везде уже предлагают пинг-понг-шоу. Простите, что я оборвалась и своим этим. Но нам там уже вовсю предлагают пинг-понг-шоу. Короче... Но цены не говорят. Да, это, судя по всему, тут везде такое. Пинг-понг, ну вы понимаете, из какого места, что там делается. А если в лобешник прилетит в ловку, спиртом придется протирать кого-то из нас. Я думаю, ничего страшного. Так, что мы гоним туда? Ну пойдем. Ну мы пройдемся по самой улице, посмотрим. Ну и что-то покажем. Он за нами будет ходить, наверное. Наверное, будет за нами ходить. Походу, да? Он за нами ходит. Походу, да? Походу, да? Походу. Походу. Так, короче, мы тут пытаемся идти, но дядька нас преследует, чтоб мы погнали на сиська-писька шоу. Пинг-понг шоу. Ну, пинг-понг шоу, да, оно тут называется. Но, короче, мы хотим попозже пока. Мы зашли с тобой на Геи улицу, Вовка. Ты посмотри на название баров. Фрэш Бойс, Трим Бойс, и Рейнбоу Бойс, и другие Бойс. Путс Мэйл. Да, да, это прям жара, короче. Ну, пускай так. О, смотри, сразу покажи фишечку. Ком muziek. Ну, а, там, шоу-ка. Да, тут нормально, Зареха. Спасибо большое, хорошая, дорогая! Спасибо! Ага, да, не Soviet... Теперь этот чувак за нами все ходит. Время, время! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, короче, мы идем. Ладно, дядька нас, считайте, уговорил. Он за нами шел метров 300, не отставал от нас, и все. Мы идем, надо узнать, сколько это стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, отныне мы можем словно говорить, что мы видели некоторое дерьмо. Потому что то, что мы видели в этом пинг-понг-шоу, это просто... Ну, это невозможно описать словами максимальную странность, которая там происходит. Вот у меня на память теперь есть надпись «Хеллоу, Ильяна». И казалось бы, что здесь такого? Но эту надпись нарисовала девушка маркером, который находился в ее гениталиях. Нажмем вот и так. А Вовка поиграл в тинг-понг и отбил пару мячиков, вылетающих из женского дула. Вот так. Да, короче, это жара. Блин, все, что можно представить, такое непотребное, там легко вообще делается на раз просто. То есть это выглядит не сексуально, не эротично. Это выглядит просто странно. Просто странно. Может, у тебя есть какое-то другое впечатление? Ну, это действительно выглядит странно, потому что люди с абсолютно каменным, возможно, чуть-чуть улыбаясь, с каменным лицом, просто делают такие вещи. Ну, как будто на работе, знаете, у нас там, не знаю, на почте или в банке люди просто в рутине. Вот тут также девчонки в рутине. С утра до вечера там стреляют шариками, бананами. Блин, ну это просто грязь. Не выглядит это сексуально, красиво. Больше вызывает жалость, как будто бы. Ну да, тебе их жалко, просто там, ну, такая атмосфера, они... Ну, короче, капец. Там еще трансуха на стороне стояла. Просто такой бродяга, знаете, ну... Ну, жалко пацана, блин, ну, до какой жизни докатился. Это вообще просто, ну, блин. За девчонок-то обидно, но за пацана так вообще без письки стоит, ну, в натуре. Мне кажется, писька была, просто она как-то сложенная была в трусы. Ну, она какая-то такая. Я не понял. Но мне показалось, что писька была. У нас расходятся показания. Ты, короче, подбородки снимаешь наши. Короче, в моменте мне там подмигнул, сиськи показал. Я вообще в шоке, конечно. Нас уже не видно, мы в темноту куда-то уходим. Так, мы, короче, под впечатлением от этой улицы. Пойдем еще погуляем, посмотрим. А то мы просто куда-то вдаль уходим. Потому что это реально, ну, странные впечатления. Короче, так и быть, я советую. Я вам и насекомых этих пожрать советую. Прикольная тема. Не все прям вкусно, но типа съедобно. И вот эту дерьмо тоже я вам советую, потому что, ну... Ну, в крайнем случае, если вам не понравится, вы можете встать и уйти. И знаете, в чем еще минус? Если бы ты пришел просто где-то, сел, а-ля в зрительный зал, и смотрел бы так тихонечко, это еще ок. Но к тебе все время подходят, коммуницируют и просят там что-то доставать из влагалища. Или что-то засовывать, ловить. И ты чувствуешь себя крайне странно. Вроде как было неловко отказывать человеку. А с другой стороны, тебе не хочется это делать. В общем, вот. Да, это все еще сопровождается таким лютым интерактивом, когда ты просто то вытягиваешь, то еще что-то делаешь. И это, ну, блин, это реально странно. Но не до такой степени мерзко, как могло показаться. То есть, хоть и снимать нельзя, но типа там ничего такого уж супер нету. Конечно, да, типа, это все, вы сами понимаете, откуда и куда делается, но это не что-то такое, короче. А, там еще писькой курили. Вот. А, ну да. Писькой курили. Это крайне странно. Да, очень странно. Ну, там бритвы из нее доставали, там, всякие ленточки, всякую херню. Ну, короче. Гавайскую ленточку с цветочками. В общем, очень странно. Там люди долго не высиживали, просто зашли, посидели, посмотрели. Мы там, наверное, одни из самых таких. Больше, короче, продержались. Ну, просто интересно, что они еще выкинут. На самом деле, там около 20 или 30 элементов этого шоу. Да, выкинут в прямом смысле этого слова. Один по одному просто идут вот так вот за одним. Мне кажется, они их катают, там, не знаю, с вечера и до последнего клиента. Ну, короче, такое. Посмотреть можно. Я бы пошел, если бы не пошел. Ну, а расположилось все это великолепие на двух параллельных улицах. Подпонг-1 и подпонг-2. Сейчас это самый настоящий азиатский квартал красных фонарей. С дикими секс-шоу, стрип-барами, наркотиками, трансами, проститутками и прочими взрослыми шалостями. Но есть тут и нечто более дикое. Например, местные дети. Они бегают и весело играют на этой улице, как на детской площадке. На часах три с лишней ночи. И время далеко не детское. И думаю, очевидно, что тут происходит. И от этого, конечно, испытываешь какие-то совершенно дикие эмоции. Но самое интересное, что таких кварталов в Бангкоке довольно много. И это обычное дело. А конкретно подпонг стал таким еще полвека назад, благодаря все тем же американцам. Вообще, об этой улице можно много всего рассказать. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну что, друзья, на сегодня мы нагулялись. Завтра пойдем еще на одну улицу. Впечатлений у нас выше крыши. Надо еще с этим пожить, осмыслить. Ну, было непросто. Ну, мы поняли, что на нашем шоу, на котором мы были, не было мужиков. И я считаю, что нужно уравновесить этот баланс и найти шоу с двумя гендерами сразу. До новых встреч! А, ну, завтра поедем еще жару, короче, искать. А эти композиции я передаю привет Марине Хилько! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok